Всем привет! А сегодня у нас с вами пойдет речь об орхидеях, которые растут во мхе, пересаживались в мух, либо пересаживались в составные грунты, которые содержат большое количество мха от 20 до 30 процентов, относительно 70 или 80 процентов коры. Как правило, это азиатские орхидеи, но и европейцев я пересаживаю тоже в миксовку со мхом, но там мха куда меньше. То есть вот такие вот орхидеи, которые пересаживаются мной в составной грунт кора мох, здесь мох на поверхности и мох в посадке, но его, как правило, 5-7 процентов. Это европейские орхидеи, которые покупались когда-то мной в коре. И для того, чтобы мне уменьшить свое внимание по уходу за этими орхидеями, конечно, в посадке я добавляю мох. Он хорошо нормализует влажность посадки и более длительное время держит посадку влажной. Но давайте, вот сегодня у нас с вами, конечно, конкретно речь идет об орхидеях, которые мной покупались во мхе. Давайте сейчас я вам покажу примеры тех орхидей, которые, например, не пересажены. Вот орхидейка. Она у меня достаточно долгое время находится в системе посадки. Мох – это посадка от производителя, то есть еще садовник пересаживал орхидею в мох. И вот эту орхидею мне подарила девушка, зрительница канала, которая пожелала остаться неизвестной. Вот. И здесь она какое-то количество мха от поверхности убрала. И на место мха, около стволика растения, насыпала коры. И я тоже так часто делаю. Я вам много раз рассказывала, что покупаю орхидеи во мхе. Я уделяю внимание следующему состоянию растения. Вот смотрите, видите, здесь у меня отсутствует... Это тоже вот орхидея, которая содержится во мхе. У этой орхидеи в свое время, когда я ее купила, при первом моем осмотре растения я всегда убираю мох от ствола орхидеи. Это я делаю во всех случаях. Вот здесь, посмотрите, вот орхидейка. Это грин, грин бэтмен, бабочка, красивая желтая бабочка с такими крапчатыми, очень игривыми каплями на своих лепестках. Она отцвела, скоро вместе с вами будем ее пересаживать. Посмотрите, какое у нее прекрасное состояние. Воздушные корни, в посадке корни очень хорошие. И вот здесь тоже, как только орхидея во мхе попадает ко мне в руки, весь мох от стволика растения я убираю. Я так делаю всегда. Мне так проще, потому что где-то перельешь, сильно переувлажнится поверхность мха. Бывает такое, что, знаете, нальешь воды и понимаешь, если бы около ствола находилось много мха, то там, знаете, можно было дождаться всего, что угодно, в том числе и гниение стволика растения. Поэтому я убираю мох, мне так проще. Я знаю о том, что даже перелив орхидейку, где-то больше налив воды, я знаю, что стволик не пострадает. Вот орхидеи, посмотрите, вот они тоже содержатся у меня еще пока во мхе. Тоже пересадка будет. Вот они, видите? У всех орхидей вы видите второй стаканчик. Так. Тут низко и очень сложно снимать. Давайте на верхний уровень выйдем. Все орхидеи содержатся у меня во мхе. И для каждой орхидеи приспособлен второй стаканчик. На дне либо циафлора, либо мелкий керамзит. Вот как сейчас вы видите у этой орхидейки. Содержа растения во мхе, когда они ко мне приезжают, и дальше я делаю следующие поливы. Через раз у меня происходит полив. Либо верхний, либо нижний. То есть, один раз я поливаю сверху проливом. Вот так. Через вот эти вот. Здесь есть такие достаточные ниши, куда очень хорошо протекает водичка. При этом я слежу, чтобы вода поливочная не стекала в центр посадки. Ну, чтобы, не дай бог, там где-то в пазухе при большом количестве мха не осталась вода. Потому что это тоже может привести к гниению ствола. У нас, к сожалению... Вы знаете, вот мне всегда говорят, Ирина, там душевать надо, то надо, сё надо. Я всегда говорю, девчонки, душуйте. Ради бога. Я знаю, что у меня содержатся орхидеи очень плотно. И никаких душеваний, опрыскиваний своих орхидей я не делаю. Потому что у меня нет хорошего проветривания. У меня нет достаточного движения воздуха, которое позволит достаточно быстро испариться той воде, которая попадёт в пазуху. Например, при том же поливе. Вот. Поэтому, делая верхний полив, я всегда смотрю, чтобы у меня водичка, протекаемая сверху, не протекала туда, к стволику. И всё. Вода уходит в нижний уровень, заполняет слой керамзита, либо цеофлоры. И я всегда наливаю, знаете, вот сразу проливая водичку, я не жду, пока вода мхом будет поглощаться. Это происходит достаточно быстро. Я обычно наливаю вот так, полстаканчика. И потом, буквально через несколько секунд, эта вода поглощается мхом. Всё. Это верхний полив. Нижний полив. Следующий раз я провожу не вот здесь, между стеночек, по мху, да, а просто между стенок двух горшков. Вот сюда лью водичку. Воду наливаю также полстаканчика. И потом водичка быстро поглощается мхом. И вот именно такой уровень налитой воды не позволяет мне переувлажнить поверхность посадки. Вот грин-бэтмен. У меня, кстати, он стоит вообще без циафлоры и без керамзита. Двойные стаканчики приспосабливаю обязательно. Давайте дальше шагать. При пересадке таких орхидей в домашних условиях, я вам сказала, что я всегда добавляю от 20 до 30 процентов мха к уровню коры. Давайте сразу на примерах, чтобы не быть голословной. Вот посадка орхидеи Black Face, которую мы вместе с вами пересаживали совсем недавно. Вот, обращая внимание, это не пыль. На орхидеи Black Face и вообще на многих взрослых орхидеях появляется восковой налёт. Это налёт, естественный налёт, который появляется на листьях орхидеи и он защищает орхидеи от болезней и от вредителей. Видите, какой он? Он не смывается. И смывать его не нужно. Даже не пытайтесь. Это защита. Так, давайте дальше. Вот в посадку этой орхидеи я добавила 30 процентов мха в уровне коры. Вот, посмотрите, здесь видно. Делала миксовку, но не послойный пирог, а именно миксовку, когда кора вместе с мхом одновременно размешивается и потом засыпается корневая система вот таких вот орхидей. Добавлять от 20 до 30 процентов мха при пересадке азиатских орхидей считаю важным. Если вы пересадите орхидеи в 100% кору, именно азиатские, которые всегда росли во мхе, вы можете столкнуться с проблемой пересыхания корневой системы. Пока посадка заработает, а заработает она не раньше, чем через месяц, у вас может произойти, у ваших орхидей, может произойти потеря корневой системы в результате пересушки. Не в результате перелива, а пересушки. Потому что кора не дает того необходимого уровня влажности даже после полива, к которому привыкли корни азиатских орхидей, растущих во мхе. Вот на примере недавно пересаженных орхидей я вам покажу, что действительно пересаживать орхидеи в такую миксовку с таким количеством в пропорции коры мха очень-очень оправданно. И всегда есть стопроцентный результат выхода растения после пересадки сохранения корневой системы в стопроцентном варианте. Эти орхидеи мы вместе с вами на канале пересаживали. Эту тоже недавно пересаживали. Растет как сумасшедшая. Часто, когда структура мха при пересадке старого мха, в котором растение росло, если структура мха сохраняется, если мух имеет хороший запах, я очень часто добавляю старый мох в новую посадку для орхидеи. Тем самым я повторяю экосистему посадки. Это тоже работает на сохранение корневой системы при пересадке азиатских орхидеи. При пересадке европейцев я очень часто использую какой-то процент старой коры, которая сохранила свои свойства, которая не рыхлая, не перепревшая, которая имеет плотную структуру. Это кора. Для азиатов важный показатель это хороший мох сохраненной структуры. Вот в пересадку этих орхидей я добавляла старый мох по большой-большой горсти. Мне позволял тот мох, которым эти растения росли, его добавить. Намного быстрее складывается экосистема. Она складывается за 10-14 дней, когда мы немножко добавляем старого грунта. вот сейчас посмотрите, они прекрасно развиваются. Здесь вы видите, да, состояние листьев, состояние растущих корней. Вот смотрите, корешочки, они просто сумасшедше выглядят, они врастают в грунт. И вот, ну, что можно сказать, что пересадка этих орхидей, она была ими даже не замечена. Вот когда я пересаживаю орхидеи в миксовку коры и мха, никаких полноценных замачиваний орхидеи в воду на 20-30 минут у меня нет. Потому что я учитываю, что в посадку пошел большой процент мха. Мох очень быстро концентрирует на себе поливочную воду. И если мы надолго замочим орхидеи для того, чтобы сделать кору влагоемкой, мы очень сильно и быстро сделаем мох мокрым, одновременно за 20-30 минут кора возьмет большое количество поливочной воды и вы переувлажните корневую систему орхидеи. Поэтому при содержании растения в такой миксовке, где у вас 20-30% мха, все первые поливы, первые, вторые, третьи и последующие поливы у меня происходят проливом и оставлением воды в нижнем уровне. Вот там, внизу. Так как сейчас я в посадке стала добавлять кокосовое волокно, вот вы видите оно. Я знаю, что с помощью кокосового волокна я создаю необходимый аэрируемый уровень в нижней области посадки, где корневая система у меня не переувлажнится. Одновременно вот эти проливы дают возможность быстро намокнуть мху, но при этом кора остается не увлажненной. И в результате чего собственно происходит тут необходимый уровень влажности посадки за счет того, что сильно намоченный мох, его 30% посадки, он очень быстро начинает отдавать тот большой процент влаги коре, которая с ним соприкасается. Это очень выигрышный вариант посадки и полива азиатских орхидей. Если все-таки вы в такой миксовке побаиваетесь, что корневая система у вас может пересохнуть, можно погрузить горшочек первыми двумя поливами первый и второй раз. Можно погрузить в воду, но не более чем на 20-30 секунд. Потом вся водичка поливочная убирается из горшочка. Вот посмотрите свежая посадка. Насколько круто. Она еще настолько свежа, что тут даже нормализации экосистемы еще до конца не случилось. Но вы посмотрите, как сохраняются корни и как они замечательно растут в уровень кокосового волокна. Смотрите, какая красота. Здесь очень хорошо видно, что растение приняло эту посадку, несмотря на то, что это очень свежая посадка, орхидея замечательно развивается. И таких примеров у меня очень-очень много. 100% состояние корневой системы и вращивание молодых корней в посадку. Видите? В последующем все орхидеи азиатские пересаженные кора мох, либо сейчас я использую кора триферн, у меня поливаются проливом и оставлением воды в нижнем уровне дренажного слоя. Вот так. Но на каждом дренажном слое, вы знаете, сейчас у меня располагается кокосовое волокно, о чем я вам буквально некоторым временем ранее сказала. И с помощью кокосового волокна у меня происходит нормализация и аэрация в нижнем уровне посадки. А теперь нужно обобщить в чем разница при пересадке европейских орхидей из коры в другие составляющие либо в кору. Первые поливы это полноценное замачивание горшка на 20-30 минут в воду. При пересадке азиатских орхидей с большим количеством влагоемкого компонента мох или треферн я делаю первые поливы проливом и оставлением воды в нижнем уровне. Вот так поливаются мои орхидеи, которые имеют разных производителей и которые растут при рождении в разных составных грунтах. Подробные мои пояснения думаю не пугают вас, потому что многие мне говорят где-то я слишком много рассказываю, слишком много анализирую и эта информация не очень легко вами усваивается. Но вы знаете, я так думаю, что чем больше будет у вас информации по поводу тем более полива орхидей, тем лучше для вас же это и будет. Вы знаете, девчонки, вот смотрите, вы привыкнете, вы привыкнете к своим растениям, вы привыкнете к тем способам и принципам полива, которые в ваших условиях содержания орхидей будут очень хорошо работать. Не переживайте, информацию я снимаю обобщенную, потому что у меня очень много орхидей и у меня есть возможность показать вам на примере моих растений, как это происходит. Вот вы видите желтый листочек, вы думаете я пугаюсь? Нет, это мишка после пересадки правильно отжелтил свой листочек. Вот сейчас орхидея его уберет, скинет, потом я залезу внутрь туда, уберу остатки от листика, тем самым я открою шейку для новых ростов корней. Вот это орхидея от Тамары, вот красавица, восстанавливается, я вам обязательно ее покажу, сейчас у нее произошло полное листозамещение, это вот листик, с которым орхидейка ко мне пришла, там было буквально три листочка, и корней вообще не было, маленькие, маленькие две пипки, наверное помните эту орхидею, все у нее нормально, о способах восстановления этой орхидеи, о способе наращивания корневой системы, конечно же, видео на канале обязательно выйдет, я думаю, именно этим способом многие будут восстанавливать свои растения, потому что он очень-очень показателен, ну а у меня для вас сегодня все, желаю вам мира в каждый дом, здоровья, благополучия, всего вам самого-самого наидобрейшего, всем пока-пока, до новых встреч, до новых встреч,